уважаемые читатели моих книг и зрители маленьких роликов сегодня я отвечу на вопрос который почему-то задается довольно регулярно хотя и не часто речь идет о такой форме фотографических занятий как пикториализм свое время восемнадцатом году был вот такой календарь который собственно говоря так и назывался пикториализм там я приводил пример различных фотографий которые сделан таким методом в чем корни этого занятия откуда взялись это взялся этот метод дело в том что в конце девятнадцатого века когда качество фотографического искусства достаточно возросло используя большие пластинки вот такие камеры люди добились более менее приемлемого художественного качества им стало понятно в первую очередь фотографом пришедшим из живописи как бывшие художники о том что нужно что-то делать потому что фотография наряду своей точностью наряду своей то сказать документалистской частью она к сожалению дает очень много деталей а многие как вы знаете знания умножают печаль иначе говоря тогдашним фото художником очень не нравилось огромное количество деталей в кадре которые им не нужны иногда выстроить кадр так чтобы эти детали отсутствовали невозможно но и тогда возникали всякие истории ретуширование монтаж и прочее прочее но постепенно сложилось такое направление пикториализм который заключался в том чтобы убрать лишние детали чтобы фотографический образ не был затуманен излишней детальностью и вот таким способом собственно говоря и стал развивать целое направление она продержалась довольно долго там были действительно очень серьезные фотографы этим занимались об этом обо всем можно почитать исписаны гор литературы но цель была проста сделать фотографический образ таким же цельным таким же четким и ясным как при рисовании масляными красками или карандашом то есть выделить главное и средоточиться на композиции и субъективного впечатления а не на детальках потому что художественная фотография это не документалистика ну и по ты пошли сами разными способами стали использовать вот такие архаичные объективы там шевалье то есть это до пиц валевский объектив или объективы пиц валя которыми которые давали достаточно мутную картинку и сегодняшняя молодежь очень тоже млеет от этих изделий поскольку они дают такое кривое полуразмытое поле опять для чего это нужно чтобы акцентировать внимание зрителя на том что интересно было снимающим его на фоне этого всего возник пикториализм пикториализм этот как раз вот это самое упрощение реальности то есть лишние детали убираются остается художественное впечатление в современной фотографии не обязательно использовать такие камеры я не всегда этим пользуюсь обычно небольшие 4 на 5 дюймов или вообще цифровые машинки но для того чтобы добиться необходимого качества нужно сделать несколько приемов а именно добыться добиться размытия изображения некоторые считают что это можно сделать фотошопе я вас уверяю это не так хорошо как те приемы с которыми вы сейчас познакомились сейчас я покажу как нужно использовать стахастический фильтр для съемки пикториалистических картин для того чтобы сделать стахастический фильтр я использую форматную камеру и обычный ультрафиолетовый фильтр вот такой ультрафиолетовый фильтр используется для того чтобы сделать стахастическое размытие то есть управляемое для этого я наношу элементарный вазелин который у меня здесь в тюбике на поверхность фильтра для того чтобы размыть изображение так как мне того требуется в данном случае это стена с башней эти приемы состоят в том чтобы и размыть ненужные части изображения а нужно оставить целыми ну вот пример как раз снимок с которого начался этот ролик это вид на кремль который снят как вы сейчас видите с размытием и потом что сделано имитировано это уже компьютерная обработка вполне понятно имитированная живописные маски потому что нам хорошо известно из детстве кто получал художественное образование знают что мазок это значит всегда обобщение деталей поэтому маски использовать достаточно полезно они просто диффузное размытие тогда создается как раз впечатление художественного изображения это не значит что только пейзажи можно снимать таким образом но можно посмотреть на гостиный двор санкт-петербурге который тоже в таком стиле сделан то есть снят на форматную камеру а потом уже обработан так чтобы получить впечатление некого импрессионизма или вообще антропогенный ландшафт мост через москву реку то есть таким образом можно использовать самых разных областях где детализация только вредит общему впечатлению можете ознакомиться с небольшим роликом о том как я применял этот способ в том числе и для календаря который выпускался на восемнадцатый год ну и для тех картинок которые в него не вошли желаю приятного просмотра этого небольшого сюжета а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok